В связи с чисткой и хлорированием В связи с чисткой и хлорированием резервуара объема 3000 м3 на ЦНС с 15 по 16 июня вода будет подаваться в сокращенном режиме на 1, 2, 3 и 4 микрорайонах по улице Похоле, Вольного, Новое, Кабинат, Да, район Заречный и Верхогорода. Просьба населению иметь запас питьевой воды. 17 июня подача воды будет с повышенной дозы хлора. Употреблять ее можно после кипячения или отстоя не менее 15 минут. Об этом информирует Красноужский департамент ГУП ЛНР «Луганск. Вода». Медали, ордена, слова соболезнований и благодарности. 9 июня в городской администрации родственники погибших военнослужащих получили награды своих героев. Подробности в сюжете. Матери и отцы, жены и сестры, близкие и друзья погибших защитников Донбасса собрались в зале администрации Красного Луча. Их родные с мужеством и самоотверженностью выполняли воинский долг, но отдали за это свои жизни. Они посмертно удостоены государственных наград. От главы ЛНР ордена и медали родственникам погибших передал глава города. Орден, службою и храбростью второй степени вручается сестре Вульпе Андрея Владимировича, Вульпе Ольге Владимировне. Орден, службою и храбростью второй степени вручается жене Ковалишина Руслана Богдановича, Ковалишиной Елене Юрьевне. Орден за доблесть второй степени вручается жене Катюруба Виталия Александровича, Кудрявцевой Светлане Валерьевне. Медаль за отвагу вручается отцу Барановского Виталия Сергеевича, Барановскому Сергею Валерьевичу. Медаль за отвагу вручается матери Ефименко Максима Николаевича, Ефименко Натальи Ивановне. Медаль за боевые заслуги второй степени вручается матери Бакала Дениса Олеговича, Бакала Людмиле Иосифовне. Почтим память погибших героев. Глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко выразил соболезнования родным и близким погибших. Слова благодарности матерям за воспитание настоящих патриотов. Новости телеканала Луч. Первое совещание по вопросам сотрудничества согласно подписанному соглашению между правительством Республики Башкортостан и администрацией города состоялось 10 июня. Представители городской власти совместно с башкирскими коллегами обсуждали мероприятие по выполнению указа президента Российской Федерации о восстановлении Республик Донбасса. На встрече рассмотрели вопросы распределения гуманитарного конвоя, недавно прибывшего на территорию города, составление сметы на ремонт водопроводных сетей, ремонтные работы в Петровской школе номер 22 имени генерал-майора Мени Галиша и Муратова, а также ямочный ремонт асфальтового покрытия в городе Петровское. Также обсудили проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России. В администрации города Красный Луч состоялось совещание с руководителями коммунальных предприятий. Мероприятие проходило под предводительством главы Сергея Рыбальченко. На совещании присутствовали его заместители, представители юридического отдела и руководители структурных подразделений администрации. На повестке дня стояли вопросы создания муниципальных унитарных предприятий на территории города на базе существующих коммунальных предприятий, направления их деятельности и организации работы. Участники совещания определились с порядком действий и назначили сроки реализации. Сотрудники коммунального предприятия ДРСУ продолжили дорожные работы по улице Студенческая. Об этом информирует сайт Красноульской администрации. Коммунальщики выполняли работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия. Учебные и производственные процессы Оставлять что-либо включенным в розетку без присмотра является нарушением пожарной безопасности. Одна из самых распространенных причин возгорания – короткое замыкание. Люди вряд ли знают, что с его зарядным устройством что-то не в порядке. На нагрев корпуса устройства большинству просто не обращать внимания, думая, что это обычное потребление энергии. Такое явление может привести к расплавлению пластика, как самого зарядного, так и корпуса розетки, а также к воспламенению и короткому замыканию. Даже если зарядное устройство совершенно не греется, риск повреждения остается, особенно при скачке напряжения в сети. Красноульский ГПС МЧС ЛНР напоминает, телефон и другие гаджеты нужно заряжать в присутствии человека, а затем обязательно вынимать зарядку из розетки. Новости телеканала «Луч». 12 июня в Красном Уче состоится автопробег «Русская дорога», приуроченный к празднованию Дня России. Администрация города приглашает к участию жителей на своих автомобилях. Место сбора – улица Луганское шоссе, въезд в город Красный Уч, 8.20. Старт автопробега в 9.00. Маршрут следования – Луганское шоссе, улица Ткаченко, Магистральная, Павловская, Карла Маркса, Луначарского, Студенческое, Луганское шоссе, автовокзал. Каждый может проявить свой креатив, используя флаги, наклейки, шары и прочее. Новости телеканала «Луганское шоссе» Всего хорошего, удачных выходных, до свидания. Новости телеканала «Луганское шоссе»